Теперь красочные фейерверки в небе не увидеть. Горсовет из-за жалоб и обращений жителей Харькова запретил использовать пиротехнику на время проведения АТО. Отказаться от петарды салютов решили и в других городах Украины. Во Львове, Запорожье, Черкассах и Виннице. Данный проект решения распространяется на все юридические и физические лица и действует во все время суток. Именно сейчас правильно, что запретили фейерверки, потому что мы живем совсем недалеко от Донбасса и каждый взрыв, каждый такого рода звук, он как-то вызывает тревожность, которая сейчас лишняя. Фейерверки это праздник, это ощущение праздника, а сейчас в стране такое творится, что не совсем по-праздничному, у каждого у нас настроение. Не будет в этом году и традиционного фейерверка на площади свободы в честь Дня города и Дня независимости Украины. Решению властей рады не все горожане. Житель Харьковской области Максим гуляния без салюта праздником не считает. Я думаю, у меня такого человека, который боится салют. То есть, если он красивый, то некрасивый. Ну, если это под ногами лусно, то да. Нет, я считаю неправильным, чтобы меняли салют. День рождения. 18 лет, 18 раз, бах, приятно. Хочет дорого, но приятно. Грохот от фейерверков и петард принимают за взрывы снарядов и стрельбу не только вынужденные переселенцы, а и харьковчане. Психологи говорят, НРС, расстройство сна и аппетита – далеко не полный список страданий, который может вызвать обычный салют. Многие люди находятся в состоянии длительного стресса, и это действует на нервную систему, а также на склонности и к инфарктам, и инсультам. И это действительно сейчас по статистике всё увеличивается. И для пожилых людей это может быть, для маленьких детей. Следить за тем, чтобы решение исполкома выполнялось, будут спасатели и правоохранители. Для тех, кто всё же решит запустить фейерверк и взорвать петарду, в админкодексе предусмотрено наказание. Более тысячи гривен штрафа и конфискация пиротехнических средств.